МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть! Есть! Будни таксиста. И чудесное спасение. Кричали, чтобы он упал сам, но, походу, уже надышался. Мужчина загорелся, уснув с непотушенной сигаретой. Это не только прямо сейчас. Остановились, чтобы не сбить собаку, но благое решение обернулось серьезной аварией. На улице Залесная столкнулись автомобили Hyundai Matrix и Chevrolet Aveo. В результате удара одну из машин отбросил на забор. Ни один из водителей свою вину признавать не спешил. Мнение участников выслушала Алина Бережная. Вот эта собака гуляла. Ее супруга сфотографировала, потом она мне по WhatsApp отправила. Вот видите собаку? Она гуляла. Она, короче, просто вышла на проезжую часть, и по этой причине нам пришлось остановиться. Чтобы пропустить животное, спокойно разгуливающие на проезжей части, остановились несколько машин. Собаку в итоге никто не задел. Однако был сильно поврежден один из остановившихся автомобилей. По версии пассажира Chevrolet Aveo во всем виноват водитель Hyundai, который на высокой скорости их и протаранил. Короче, когда мы стояли, она просто вот в эту бочину нам въехала. А, то есть нахал? Ее, короче, вот с этого места отбрасывает на поребрик, на поребрик обрасывает. В этот забор она въезжает и, короче, нам еще морду туда выезжает. А вы просто стояли в этом момент? В этот момент мы стояли. Пассажир Chevrolet рассказал, что поначалу водитель корейской иномарки свою вину признавал. Однако отмечает, что позже подъехала его группа поддержки. Мнение водителя Hyundai полностью поменялось. Ну, я вот ехал за рулем, у меня ребенок еще был, и просто человека занесло, и на мою сторону выбросило. Да, да, да. И поэтому он считает, что причиной аварии стало то, что водителя Chevrolet просто занесло на проезжей части. В результате сильных повреждений автомобилю Hyundai понадобилась помощь эвакуатора. Chevrolet Aveo уже покинула место происшествия своим ходом. Мужчина говорит, что вопрос о том, кто же все-таки виноват, спорный. И поэтому водители найти общий язык так и не смогли. На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции, которым предстоит разобраться, кто прав, а кто виноват. Алина Бережная, Нафиса Минязова, Азат Самигулин, Вызов 112. В страшной аварии погиб водитель грузовика. Столкновение большегрузов КамАЗ и Мерседес произошло накануне на 754-м километре трассы М7 в Зеленодольском районе. По предварительной версии водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Многотонники столкнулись лоб в лоб, в результате чего 50-летний шофер КамАЗа от полученных травм скончался на месте. Водителя второй фуры спасатели вызвали или при помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента, его и еще одного участника пострадавшего в аварии мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. За их жизнь сейчас борются медики, обстоятельства происшествия уточняются. Желание перестроиться из ряда в ряд обернулось довольно плачевно для водителя Рено сегодня утром на Кремлевской дамбе. Все попало в объектив видеорегистратора, едущего сзади автомобиля. Все машины движутся примерно с одной скоростью. Вот Рено начинает перестраиваться в левый ряд, но то ли из-за наличия колеи на дороге, то ли из-за гололеда водитель не справился с управлением. Машину стала кидать из ряда в ряд и в итоге иномарка влетела в отбойник, лишь чудом не зацепив другие автомобили. Вместо спасибо угрозы, а вместо денег угрозы разбить автомобиль. И даже попытки это сделать. В редакцию нашей программы обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что столкнулся с неадекватным поведением одного из своих клиентов. Это была очередная заявка. Единственное, мужчина был не совсем трезв, но это бывает часто. Но по пути клиент стал угрожать водителю и требовать ехать туда, куда проехать в принципе невозможно. В автомобиле работал видеорегистратор, который водитель, понимая, что может случиться всякое, просто развернул в салон. Записи посмотрел, наверное, от Назипов. Что случилось? А то... Вы сидите, пожалуйста, здесь же нельзя выходить. А не п***ь. Здесь же это... С-е-п***ь, а стекла? По рассказам водителя такси, с самого начала поездка не вызывала никаких сомнений. Двое мужчин сели в салон автомобиля и попросили довезти их до улицы Карачаровская. Проехав две остановки, один из них вышел, а второй продолжил путь. Мужчина представился Алексеем, вел себя адекватно и извинялся за то, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Продолжалось это недолго. Доехав до улицы Закива, он стал себя вести по-другому. Стал расстегивать ремень безопасности и пытаться открыть пассажирскую дверь и выйти на ходу. Благо я успел заблокировать дверь, чтобы пассажир не вышел и не попал под колеса других транспортных средств. Понимая, что ситуация накаляется, водитель повернул видеорегистратор в сторону пассажира, который к этому моменту стал угрожать и бить по стеклу. Едь! Едь! Что вы делаете? Успокойтесь! Я же еду! Едь! Пассажир заставил водителя свернуть маршруты и высадить его совсем на другой улице. Вы понимаете, что он тупик? Не по***! Пожалуйста! Позже мужчина вышел из салона, так и не заплатив за поездку. К тому моменту сумма составляла 291 рубль. Если Алексей увидит данный репортаж, пусть он отдаст эти деньги нуждающимся, либо бабушке, дедушке, либо в церковь, мечеть по своему усмотрению. Сейчас пассажир занесен в черный список компании такси. Сам же водитель не планирует обращаться в полицию. Отметил, что таким образом хотел предостеречь автомобилистов и пассажиров от подобных конфликтных ситуаций. Ведь в случае обращения в правоохранительные органы дело может принять совсем иной оборот. Советский районный суд Казани сегодня рассматривает дело Игоря Кудрявцева. Мужчина обвиняется в краже в особо крупном размере. По версии государственного обвинения, он причастен к уничтожению ретро-автомобиля «Мерседес Пульман» 1937 года выпуска, стоимость которого, по ряду оценок, превышает 1,5 млн евро. Подробностью Альбина Солгараевой. Вы все, и ваши дети, и мои дети уже больше никогда не увидят такой экземпляр автомобиля. Ни в одном музее мира. Это был настоящий черный день для Камиля Шайдарова. В конце апреля прошлого года коллекционер раритетных автомобилей потерял свою главную жемчужину. «Мерседес Пульман» 1937 года выпуска. Эти машины делали поштучно для высшего руководства вермахта. Хозяин машины, услышав грохот возле своего гаража, решил проверить, в чем же дело. Пошел перелез через забор, через все, прихожу. Двое молодых людей разбирают запорожец. Я говорю, вы что делаете? Это же машина, ретро. Да чем ретро? Вот мы тут разбираем и выходим на металлум. Оказалось, что в тот день неизвестные молодые люди распилили и то, что Камиль считал жемчужиной своей коллекции. Их, конечно, сначала задержали, но потом отпустили. По делу они проходят свидетелями. Как считает обвинение, инициатором этого действия стал Игорь Кудрявцев, которому впоследствии предъявили обвинение по статье кража в особо крупном размере. Весной 2017 года действуя из корыстных побуждений путем подбора ключа незаконно проник в гараж, откуда тайно похитил ретро-автомобиль марки «Мерседес Пульман» 1937 года выпуска, после чего Кудрявцев с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб в особо крупном размере. Сегодня на судебном заседании допрашивали подсудимого. Однако суд по ходатайству адвоката обвиняемого снимать процесс запретил. Сам же потерпевший заявил, что не подал никаких исков, так как уже не ждет компенсации от обвиняемого. Говорит, стоимость автомобиля он вряд ли сможет возместить. Тем более, что экспонат для потерпевшего был практически бесценен. Возможно, таких автомобилей в мире больше нет. Альбина Слагараева, Айрат Назипов, Амир Залюшев, Вызов 112. Спасло от гибели чудо и внимательность соседей. В Нижнекамске 49-летний мужчина едва не сгорел в своей квартире. Огонь вспыхнул среди ночи. Пожарных вызвали жители нижнего этажа, которые, несмотря на поздний час, еще не легли спать. Но это возгорание было не единственным. Рамиль Шайдулин продолжит. Жизнь хозяина квартиры на пятом этаже спасло то, что соседи снизу в 3 часа ночи еще не спали. Почуяв запах гари, вызвали пожарных. Я был дома. Вроде звали, кричали, чтобы он упал сам. Ну, походу, уже надышался на раз. Потом приехали, вытащили пожарные уже. По словам соседей, мужчина любил выпить. Часто курил прямо в квартире. И предположили, что в тот день он нетрезвый, уснул с непотушенной сигаретой. Пожарные также склоняются к этой версии. Огонь быстро перекинулся на обои и мебель. Комната выгорела почти полностью. Был обнаружен очаг к возгоранию, который оперативно быстро был ликвидирован. В результате пожара там сгорел предметы, ну, как бы, мебели, кровать, там, диван, вещи. То есть на площади около 4 квадратных метров. Предварительной причиной пожара является неосторожность при курении данным гражданином в нетрезвом виде. Еще один пожар произошел в воскресенье около 6 часов вечера в доме номер 13А по улице Вахитова. Соседи увидели, как из окна одной из квартир идет дым и вызвали пожарных. Заявитель утверждал, что видят горение именно с окна квартиры. То есть пожарные подразделения выехали к месту вызова. На момент прибытия изъявились языки пламени именно в квартире. Мы установили автолестницу и через автолестницу проникли в квартиру, где в ходе проведенной разведки было установлено, что именно очаг возгорания находятся на кухне. Хозяев в доме в тот момент не было. О случившемся они узнали, когда вернулись с прогулки. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание. Ромель Шайдулин, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.